Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы обсуждаем самые интересные события, которые происходят в городском округе Люберцы. Ну и, конечно же, представляем вам людей, которые отчасти создают эти события. Сегодня у нас в гостях Владимир Сурков, руководитель комитета физической культуры и спорта администрации городского округа Люберцы. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте! Говорят, что по ощущениям сегодня в России и в данном случае в городском округе Люберцы немножко получше стало. Это действительно так или это просто отчеты радостные? Ну, наверное, вопрос это не ко мне, как руководитель, а на это, наверное, надо спросить. Но у вас же цифры есть? Нет, цифры есть, и действительно динамика, она идет в рост, и увеличилось количество общественных организаций, которые представляют спортивные организации, это федерации. На территории округа где-то в раза в три-четыре увеличилось количество спортивных федераций, были открыты новые, новые виды спорта у нас пропагандировались, а сейчас они уже проводят и перец, и чемпионаты городского округа Люберцы. А что значит федерация? Это федерация как? Городского округа или как это называется? Да, значит... Звучит просто слово федерация как-то... Нет, слово федерация это федерация городского округа, которая под собой консолидирует, обобщает те спортивные клубы по тому виду спорта, по которому существует федерация. Если, допустим, говорить, к примеру, федерация самбо, она очень успешно у нас работает в округе. Два года назад мы подписали меморандум о взаимодействии с федерацией самбо России, и очень удачно и успешно у нас проходит программа самбо в школы. Уже более пяти ковров стационарных уже положено в наших общеобразовательных школах. Поправила, все как положено. Все как по правилам, и дети после уроков, и на уроках физкультура занимаются на коврах, и уже эта программа у нас заработала. Тем, чем занимается федерация. Федерация это общественный орган, который должен популяризировать, развивать свой вид спорта, и помогать комитету по спорту координировать и проводить отборочные соревнования для спорта уже высших достижений. Потому что ребята, которые побеждают на городских соревнованиях, они формируют команду города, округа, и едут в область. Ну хорошо, тогда о спорте высших достижений поговорим все-таки во второй части, так сказать, в сравнении с начала, да, и продолжения. А хорошо, а дзюдо есть, если самбо есть, то? То нет, дзюдо у нас есть, но федерации дзюдо пока нет. Понятно, то есть самбо сейчас понятно. Хорошо, почему эти виды спорта появляются, и откуда такой интерес? Это какая-то популяризация идет, средства массовой информации, интернетом, или просто действительно люди стали здоровее относиться к жизни? Ну, наверное, если говорить о каких-то видах спорта, которые в округе именно являются такими популярными, в первую очередь это футбол. Наш Люберцы – это округ футбольный. У нас большое количество детей и взрослых занимается футболом. Ну, история есть. Есть история. У нас всегда есть своя городская команда, которая участвует в областных соревнованиях, и не одна, а несколько. На нашей территории существует ряд стадионов, а каждый стадион представляет свою команду. Мы проводим империнство как от самых маленьких, так и чемпионаты, и даже ветеранские чемпионаты в течение всего сезона. А футбол во дворах? Вот такая система у нас есть? Мы проводим. Это дворовый футбол. Мы проводим кожаный мяч. Также у нас есть программа «Спорт в каждый двор». В течение года мы проводим около 8-10 мероприятий. Именно в каждом дворе приезжает федерация, которую мы собираем, и пропагандирует свой вид спорта, показывает, вовлекает детей, взрослых в занятия физико-культурой спортом. При нашей помощи. Ну, понятно. Футбол, все-таки, как ни крути, это наша радость и боль. Зимы сейчас такие, что хоккей мы иногда не успеваем почувствовать, но, тем не менее, говорят, что Россия – страна хоккейная. Но я так понимаю, что хоккейные площадки тоже каким-то образом, и тоже будете отслеживать это в зимний период? Ну, у нас более 20 катков в зимнее время по всему городскому округу. Каток и площадка – это разведные тоже? Ну, мы говорим пока о катках. Каток, когда праздничный, съемка – это другая история. Тем не менее, на катках мы организовываем мероприятия по хоккею. Если говорить о центральном стадионе «Торпеда», то там базируется команда по хоккею и по хоккей с мячом, которые участвуют в соревнованиях. Также у нас есть стадион «Урожай», где заливается большая площадка как и под каток, так и под площадку, под игру «Хоккей с мячом». Ну, отталкиваясь от хоккея, видите, вы назвали футбол, хоккей, да, самбо – это само собой. Да, третий такой вид спорта, который популярен в России – фигурное катание, раз мы о катках говорим. Да, фигурное катание у нас тоже популярно, у нас есть комплексы спортивной школы Олимпийского резерва, где есть отделение фигурного катания. И наши дети занимаются уже на протяжении… фигурное катание у нас давно в округе, и жалко, что у нас пока нет своего катка, но в этом направлении мы работаем. И в Томилино есть стадион «Зенит» частный, сейчас они делают площадку, и к концу года, в начало следующего, планируем уже открытие своего искусственного льда, где будет базироваться наша школа. Сейчас мы катаемся в Латкарино, зимой мы катаемся в Томилино и на стадионе «Торпеда». Понятно. Хорошо, ну и еще какие виды спорта? Понятно, что, наверное, волейбол, баскетбол, да? Нет, сейчас, да, эти виды спорта тоже присутствуют, но «Люберсы», конечно, они всегда прославлялись, это единоборство и тяжелая атлетика. У нас очень хорошие результаты по тяжелой атлетике, у нас есть отделение в спортивной школе Олимпийского резерва по тяжелой атлетике, у нас есть члены сборных команд области и России, наши люберецкие спортсмены. Также у нас флагманом является бокс, мы проводим очень много турниров по боксу, и хочу отметить, что турниры не просто проводим, а на протяжении 30 лет, вот в следующем году у нас будет турнир, который мы проводим 30 лет. Это турнир, который посвящен нашим спортсменам, боксерам, и он очень значим, он собирает всех боксеров со всей России, это более 180 спортсменов. Ну, надо памятные медали выпустить, с дачки, полиграфия, и она же полиграфия. Хорошо, вот такой вопрос, федерация, я понимаю, что вы руководите целым комитетом, но вот насколько существует спорт, на какие средства, кто вам выделяет деньги, потому что из того, что вы сказали, суммы-то не маленькие. Это все заложено в бюджете городского округа Люберс, у нас существует бюджет, который утверждается. Ну, сколько примерно из всего бюджета идет на спорт? На спорт идет то, что выделяется, все идет на спорт. У нас есть 4 спортивные школы, у нас есть дирекция спортивных сооружений, это 5 стадионов, которые у нас в округе находятся. То, что мы изначально говорили о спортивных федерациях, это общественная организация, они существуют на свои средства, они существуют на клубную систему, которую мы помогаем ее развить в округе, чтобы федерация подписывала... То есть на платные системы? Да, это на платные основы, да. На бесплатные у нас можно заниматься в спортивных школах, как я уже сказал, 4 спортивные школы, и в дирекции спортивных сооружений на наших стадионах, где инструкторы. А вот давайте начнем с бесплатные. Что за школы, как туда могут люди попасть, сколько там учатся, я так понимаю, детей, подростков, юношей, девушек? Ну, я в общем скажу, не конкретизирую, в каждой спортивной школе есть в районе 5 отделений, где-то 6-7 отделений по разным видам спорта. Любой желающий может обратиться в эту спортивную школу, либо в спорткомитет, мы даем координаты, связываются, проходят тесты. Если ребенок соответствует тестам спортивным, его зачисляют. А могут отфутболить? Отфутболить не могут, если... Ну, если все нормально, вот как-то... Если все нормально, его зачисляют, да. Если человек не способен подтянуться, отжаться, потому что это спортивная подготовка, это уже профессиональная подготовка будущих спортсменов. Даже если начальная подготовка, есть тест, который он должен пройти, пробежать. Хорошо, а если человек хочет заниматься спортом, но не умеет ни подтягиваться, ни отжаться, вы его не берете в спортивную школу, он что, идет на улицу курить, так получается? Нет, у нас есть спортивная федерация, где он может пойти на платную. За платную? За платную, да. То есть, за то, чтобы отжаться, научить и... И потом прийти в спортивную школу... Сейчас важный вопрос. Да, давайте. Для того, чтобы научиться подтягиваться, отжиматься, он должен заплатить деньги. То есть, вы бесплатно его этому не научите? Если... Нет, если мальчик или девочка приходит, проходят определенные тесты, которые... Они элементарные, то есть, ну, они очень простые. Нет, я понимаю, но просто вот сейчас речь о чем идет, да? Здоровый образ жизни, ЗОЖ, такой вот, пугающий, особенно некоторых людей, потому что не все до конца понимают, что это такое. Это не только спорт, не только физкультура. Но вот человек решил заняться собой, да? Например, ну, возраст такой, там, 25 лет, уже вроде в школу не пойдешь. А, мы уже говорим не о детях, мы говорим о взрослых. Ну, я в любом случае говорю о том, что... Ведь мы же понимаем, как иногда преподается физкультура, да? То заболел, то физкультуру отменили, то куда-то поехали и так далее. Частенько так бывает. Вот. Хотя, вроде бы, сейчас внимания стало больше к этому. Но я имею в виду, где грань между платными и бесплатными. Это, знаете, как вот в ВУЗе, да? Есть бюджетные места, есть небюджетные места. Все кричат, что у нас бесплатное образование. Сдал хорошо экзамены и попал бесплатный в ВУЗ. Самое главное сдать правильный тест. Это, как я и сказал, сдал, попал на бесплатный факультет. Здесь такая же ситуация. Хорошо. Ну, а маленький ребенок, если он там плотноват, не умеет ничего делать, куда ему податься? Вот если только платно? Ну, также... Может, дополнительные какие-то занятия есть? Ну, бесплатно он может прийти в директор спортивных сооружений. Это наш любой стадион. И бесплатно заниматься физической культурой и спортом. То есть просто развиваясь. Это на бесплатной основе. Там также не надо никакие тесты приходить, просто изъявить желание. Вот это важно. Почему? Потому что был период, когда работал такой спорт советских достижений. Потом наступил период, когда все занимались куплей-продажей, не до спорта было. И поколение, которое сейчас... Ну, вот мое поколение, оно не особо спортивное, так сказать, по своей натуре. Ну, в большей части своей. А дети уже, да, они же иногда повторяют родителей. Вот. Скажите, пожалуйста, и так мы поняли, что существует федерация, существует комитет, который работает, существует масса спортивных организаций, школы, стадионы и так далее. Это все для тех людей, кто либо очень хорошо подготовлен, сдаёт тесты, либо, как мы выяснили, не сдаёт, может уже и бесплатно найти варианты, но и платные. А что делать с людьми, которые уже, ну, за 30, так скажем, мягко, и вот до пенсионного возраста, тем более у нас есть ещё программа долголетия. Как вы вот в этом направлении? Если говорить уже о более взрослом населении, те, которые хотят заниматься уже, может быть, не спортом, а физкультурой для поддержания своего здоровья, у нас на территории округа существует большое количество фитнес-клубов. Как такого фитнес-клуба, как СССР, территории фитнес, они существуют и с плавательными бассейнами, и при желании можно обратиться туда. И, как правило, цены достаточно доступные. То есть есть социальные программы для малоимущих и инвалидов. Она также работает, и можно обратиться в спорткомитет, и мы поможем с этим. Ну вот в фитнес-клубе тоже фраза меня пугает, потому что мы знаем, что, во-первых, я с ней про городской округлуберцы говорю, а вообще принято иногда, что клубы открываются, закрываются, переименовываются, там, спор хозяйствующих субъектов и так далее. И плюс к тому, что, да, бывают акции, безусловно, да, но иногда эта акция, например, ты на год должен что-то купить, тогда ты где-то что-то выиграешь. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент, да. Вы регулируете этот вопрос? Я отвечу на этот вопрос. Раньше это было, да, то есть надо покупать тебя на год, и это сложно сразу, если семья там 3-4 человека, конечно, это уже не по бюджету. Существуют рассрочки, существуют кредиты банковские, где они повышают, наверное, общую оплату, там, процент, наверное, на 3-4. То есть все доступно. То есть вы отслеживаете работу фитнес-клуба? Мы отслеживаем, мы работаем с фитнес-клубами для того, чтобы это было доступно для населения, и это было, ну, благоприятно для их занятия. Чтобы спорт шел в массы. Мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Владимир Сурков. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня говорим о спорте в городском округе Люберца. Владимир Сурков, руководитель комитета физической культуры и спорта администрации городского округа Люберца у нас в гостях. Ну, во вторую часть я пообещал, что мы будем говорить теперь о спорте высших достижений, но такой мостик своеобразный бросим из спорта любительского в профессиональный. Но прежде я хотел спросить у вас. Вот замечательно, федерация увеличивается, виды спорта увеличиваются, спортивные школы есть. Тренерский состав, кто эти люди? Люди, которые, понимаете, можно прийти в тот же фитнес-клуб или в ту же школу, если человек не очень профессионально-опытный, как вы понимаете, и не разобравшись во всех справках и возможностях человека, если у него там сердцем проблемы, его заставляют бегать, мы знаем, бывают варианты. Вы как-то проводите работу со специалистами? Это серьезный вопрос, потому что тренеры – это такой штучный товар, скажем так. И если говорить о спорте высших достижений, это люди действительно очень высокого класса должны быть и большим опытом работы. В Люберцах сохранилась эта плеяда тренеров, которые делают результат и могут довести спортсмена до определенного уровня, до кондиции, и передать ее в сборную команду России, чтобы он дальше уже завоевывал медали и отставил не только городского округа, а уже и Россию и дальше. У нас такие виды спорта, как бокс, на сегодняшний момент, почему акцентирован, потому что у нас три члена сборной команды существуют от городского округа Люберца. Это Влад Иванов, он был юниором, сейчас он уже в взрослой команде, мастер спорта международного класса и сейчас уже член сборной команды России по боксу. Весовая категория 91, я думаю, это будет 91+, сейчас подрастет. Также у нас есть Диана Ермакова, девочка Люберецкая, родилась в нашей школе, воспиталась, сейчас тоже член сборной команды, победитель с Европы, тоже замечательно. Но вот смысл в том, что, видите, я даже не столько сейчас про спортсмена говорю, сколько именно про людей, которые, вот, так сказать... тренеры, как я уже сказал, у нас в каждой школе существует по каждому виду спорта, тренеры с большим стажем работы и с хорошими, скажем так, результатами. Ну, а вы отслеживаете их работу, имею в виду, встречаетесь, проводите какие-то... Конечно, у нас проходят и совещания, и форумы, и школа непосредственно локально у себя работает с тренерским составом. Мы вовлекаем новых тренеров на территории городского округа, люберцы, создаваемые условия работы, потому что, понимая, что не все есть в люберцах, поэтому мы стараемся привлечь сюда кадры, также работаем с институтом физкультуры, который у нас на территории округа находится, это в Малаховке, по привлечению молодых кадров, то есть новых видов спорта, которые они могут культивировать у нас в округе, так как, допустим, недавно, года два, как мы развиваем фигурное катание на роликовых коньках. Это очень интересный вид спорта такой, 24 дисциплины он в себя включает, не только фигурное катание, но и много-много другого. И сегодня на базе Триумфа уже второй год работает у нас фигурное катание на роликовых коньках, мы проводим первенство. Долго учиться на роликовых коньках? Я последний раз на коньках стоял в четвертом классе, на воротах в хоккее, чтобы далеко не выезжать. Ну, я думаю, с таким успехом у вас получится, стоять на роликовые коньки. Я вот еще, если говорить о школе, вы знаете, ведь тут очень многое действительно зависит от человека, потому что если физрук, как мы их называли, он совершенно не в курсе того, как дети живут, чем живут, а ты должен пробежать круг, тем более нас там ГТО сейчас вернули, он не в курсе, здоровый ребенок, нездоровый, есть ему этот интерес. Я помню, что был период, когда я ненавидел уроки физкультуры, мы все ждали тогда в третьей четверть, она была игровая. Мы ее ждали, потому что там можно было хоть во что-то поиграть, заниматься этими сумасшедшими сдачами. Причем никто не обращал внимания, ни масса тела, ни твои возможности, как там у тебя работают все внутренние органы. Ну, это физкультура. Я к чему веду? С врачами, может быть, как-то тоже надо? Нет, сегодня территория округа работает и спортивный диспансер, все спортсмены, если говорить о спорте высших достижений, проходят регулярно медицинский осмотр. То есть здесь у нас это в приоритете в первую очередь. А как вот в школе-то ребенку проявить, что спорт – это хорошо? Ведь очень много искушений. Еда, алкоголь, не приведи, господи, наркотики. Где его поймать, чтобы ему понравилось? Это тоже что-то за рука зависит? Как я уже сказал, что мы проводим с самбистами самбо в школу, на территории школы мы проводим. У нас также есть борьба в школы. Мы открывали года три назад тоже стационарный зал, и сейчас они существуют в наших больших школах по борьбе. Также у нас есть другие виды спорта – это карате, тоже распространенный вид спорта. У нас в городском округе более тысячи детей занимается. То есть наши школы, и мы с ними взаимодействуем, с управлением образования, у нас хороший тесный контакт. во внедрении как и новых, так и старых видов спорта. Вместе с физруками проводим ежегодные совещания. Также мы занимаемся, как вы сказали, ГТО, которое было забыто. Сейчас мы одни из... Мы всегда входим в тройку по... Есть реально люди, которым нравится сдавать ГТО? По-честному? Не то, что нравится. Сейчас люди уже начали... Не то, что не нравится, они уже хотят сдать это. Затем? Показать свои возможности? Во-первых, в первую очередь для себя, для самосовершенствования, для каких-то своих амбиций. Для самоуважения. Для самоуважения. Сейчас, если ты завоевал, скажем так, завоевал своими результатами золотой знак, это престижно. Мы это делаем. И дети хотят. Хотят, приходят. У нас большое количество детей. Ежемесячно, я могу сказать, ежемесячно. Особенно в летние месяца. Осенне-весенне приходят и сдают вместе со своими родителями. А вы как, специалист, считаете, ГТО нормальные условия? Незавышенные, незаниженные? Ну, золотой знак я сам сдал на золотой знак. А почему вы не носите с собой золотой знак? Я его ношу. В душе? И если я прихожу на спортивные соревнования, я его одеваю. А норматив бега очень сложный. Я вам скажу, что тоже там... Я выбежал на золотой знак, но для меня было это серьезно. Не, у меня после армии только какой там второй? Синий, по-моему, бегунок был. Я уже не помню. Ну, в армии, наверное, там повыше даже, наверное, надо было. Ну, давным-давно было. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Уже перейдем к спорту высших достижений. У нас остается еще время. А вот федерации, спортивные школы и так далее, но все равно люди иногда сами по себе, да, каким-то образом образовываются и так далее. Какая-то есть альтернатива жизни спортивной и физической культуры, когда люди, ну, не идут на контакт ни с вами, ни с федерациями, а сами по себе что-то устраивают и так далее? И это хорошо или плохо, или вам надо все же все, как говорится, возглавить? Мы возглавляем, мы стараемся возглавить все. Для чего? Для того, чтобы это было целенаправленное какое-то спортивное движение. Мы проводим много спортивно-массовых мероприятий, которые охватывают все федерации, такие как в августе день физкультурника, день города в начале сентября. Мы ввели парад спортсменов комитетом физкультуры и спорта, и несколько лет и подряд мы выстраиваем в спортивной форме с медалями ребят. Это более 500 наших спортсменов. То есть вы показываете, что вы можете заниматься сами, но мы вам можем помочь, да, что-то там... И на сегодняшний момент, я не знаю, все клубы, которые, наверное, на территории городского округа Либерса, все общаются с комитетом. У нас большая спортивная база как клубов, как федерации и каких-то обычных секций. И всем стараемся помочь в организации каких-то соревнований, предоставить стадионы на безвозмездной основе, чтобы ребята приходили, просто занимались и привлекали свой любимый вид спорта. Скажите, а помните, как раньше в 90-х всякие фильмы показывали, мы тогда их с удовольствием смотрели, подпольные драки, подпольный бокс, подпольное самбо. У нас что-нибудь такое есть? Подпольное соревнование? Сейчас уже нет смысла. За деньги? Нет смысла в подпольных боях. Сейчас это все официально. Мы проводим все соревнования по всем единоборствам. Шикарно. Ну так, что вы знаете, прямо как в кино с кровью, все дела где-нибудь в подпольных подвалах. Ничего такого нет? Нет, такого у нас нет. То есть подпольных спортивных организаций на нашей территории городского круга либерца нет. Подпольное, в смысле подпольного? Ну вот когда зарабатывают деньги на спорте. Вот как драки, бокс и так далее. Нет, таких нет. У нас бокс проходит, но это в правилах бокса. Если у нас проходит самбо, это в правилах самбо. ММА по правилам ММА. То есть есть куда себя применить. Да, поэтому в подполье никто не ходит. Теперь такой вопрос. Вот вы знаете, спорт больших высших достижений, мы, конечно же, за ним следим, радуемся. Ругаем, когда проигрывают, хвалим, когда выигрывают, с флагом выходим, фа-фа, все дела. Но ведь никто не задумывается, как это складывается на здоровье человека. Потому что мы прекрасно знаем, что спортсмены зачастую, которые занимаются высшим спортом, они очень больные люди. И когда родители детей с 10 лет начинают, вот им вдруг в голову пришла мысль, мой ребенок будет играть в большой теннис, и мы будем зарабатывать на нем деньги. Вот вам не кажется, что иногда люди путают, и это страшно? То есть спорт может быть страшным? Ну, в плане здоровья, то, что затронут действительно профессиональный спорт, это серьезные нагрузки, это серьезные испытания для организма. И, как правило, травматичен. Почему? Потому что на сегодняшний момент медицина, опять же, коснемся тренерских кадров, неквалифицированная. И те нагрузки, которые удаются, и мальчик по своему, допустим, предрасположенности может показать какой-то результат в какой-то момент. Все это очень опасно, потому что все должно быть планово, постепенно, как-то нормированно. И быстрый результат, конечно, приводит к отрицательным потом физическим своим нагрузкам, состояниям, то, что скажется на здоровье. Существует такая проблема, но мы стараемся, как я говорил, привлекать хорошие спортивные кадры, тренерский коллектив. Работаем вместе с институтом, также с кафедрами институтскими, которые дают нам возможность консультировать тренера, даже новых, и по нагрузкам, и по нормативам. И не выжимать детей максимально, чтобы они потом страдали какими-то заболеваниями. Скажите, а вот люди прыгают, да, там, легкая атлетика, у нас, правда, сейчас проблемы с этими допинговыми скандалами. Но все равно, есть какие-то достижения. Но невозможно прыгнуть выше, ну, хорошо, не головы, выше там 1-2-6-то. Невозможно, хотя, да, 100 метровку пробежать. Откуда силы берутся, и нет ли в этом какой-то такой хитрости, потому что если все остановится, ну, будет предел, то кто же будет эти соревнования смотреть? Нет, ну, предела не будет, мы всегда будем соревноваться, потому что не обязательно ставить рекорды. Мы соревнуются между спортсменами, между участниками соревнований, поэтому мы можем не перебить тот рекорд, который будет... Ну, мировой рекорд, словосочетание. Нет, он мировой рекорд, допустим, он зафиксировался, все, мы больше не выпрыгнем, но всегда, когда мы приезжаем на чемпионат мира, собираются лучшие спортсмены, они уже соревнуются между собой, и они становятся первыми. Если вдруг где-то кому-то повезет, то будет мировой рекорд. Да, если вдруг. А так, в принципе, он может и без мирового рекорда стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом. Я к чему иду? Можно из спорта еще что-то выжать? Все зависит от вида спорта. Если говорить о каких-то видах спорта, может быть, где применяется техника, понятно, то есть идет совершенствование, технология, на мотоцикле можно проехать, может быть, и быстрее там. А вот на ногах? Пробежать, наверное, когда-то это уже устаканится, и те мировые рекорды, которые зафиксируются, они будут стоять на месте. Понятно. Но если люди подрастут, может быть, я не знаю, лет через сто, понятно, что будут уже другие результаты. Прошлое у меня хорошее, а сегодня я хожу, занимаюсь спортом, боксирую, стою в парах. И помогаете другим заниматься спортом. И помогаете другим так же. Вот такой он, Владимир Владимирович Сурков, руководитель комитета физической культуры и спорта администрации городского округа Люберца. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова